Добрый день, коллеги! Хорошо ли меня слышно? Отлично, спасибо. О, все знают, куда нажимать. Я из своего офиса в Сколково сейчас расскажу вам про новинки нашего издательства, которые мы подготовили в мае. Да, было очень много праздников, но все равно нам есть что показать. Мы подготовили книги по ряду направлений специальностей. Особое внимание хочу обратить на пул книг по педагогике, истории. Остальные тоже заслуживают особого внимания. Весь список направлений перед вами. Но, насколько я понимаю, это даже еще и не все. Есть и узкие направления, и специальности, которые мы тоже затронули. Итак, начнем с юриспруденции. И то, что я давно уже не делала, но рада буду сделать, покажу вам книгу. Опа! То есть это уже вышедшая книга «Проблемы теории государства и права». Это учебник. «Проблемы теории государства и права» относятся к фундаментальным теоретическим юридическим дисциплинам, способным сформировать критическое мышление юриста, научить постоянно совершенствовать свои знания, выработать широкий научный кругозор и навыки исследования. Вот в этом учебнике изложено содержание основных тем, относящихся к проблемам теории государства и права. Приведены учебно-методические материалы и рекомендуемая литература. Издание это поможет развить у обучающихся способность к проведению самостоятельных научных исследований в области государства и права, правосознания и правовой культуры, а также способность аргументированно предлагать пути и формы совершенствования элементов правовой системы и функционирования органов государства в современной России. Адресуется этот учебник студентам, магистрантам, аспирантам гуманитарных специальностей, изучающим дисциплину «Проблемы теории государства и права» и всем интересующимся вопросами юриспруденции. Вот, похвасталась. Переходим дальше тоже из области юриспруденции, но уже учебное пособие, теория государства и права. Студентам и преподавателям высших учебных заведений юридического профиля оно будет полезно. В этом учебном пособии кратко и понятно изложены наиболее значимые положения дисциплины «Теория государства и права», и в наиболее общем виде представлена целостная картина правовой реальности. В общем, такие два, с одной стороны, схожих материала у нас получилось, но обращаю ваше внимание, первое было учебником, второе — учебное пособие. Следующая область, которую мы затронули, — это информатика и вычислительная техника. И здесь представляем лабораторный практикум «Колс-технология». Это непрерывная информационная поддержка поставок и жизненного цикла изделий. В этом практикуме рассмотрены наиболее распространенные методы трехмерного моделирования твердотельных моделей и рамных конструкций в программном комплексе, известном как САПР. Он является всеобъемлющим комплектом решений для машиностроительного 3D-проектирования и выпуска документации. Этот практикум адресован студентам, обучающимся по направлению подготовки информатика и вычислительная техника, а также специалистам в области трехмерного моделирования. Вот такой практикум мы им гордимся и уверены в его практическом применении. Следующая книга – это монография «Модели и методы автоматизации анализа динамики изменения площади лесной растительности и ее классификации». Актуальность этой монографии связана с тем, что леса, играющие важнейшую роль в поддержании глобального биоразнообразия земли и сохранении экологического баланса, в настоящее время находятся под серьезной угрозой. Под серьезной угрозой исчезновения из-за участившихся масштабных лесных пожаров. Мы наблюдаем не первую неделю, а патастрофической ситуации, которая происходит в принципе каждый год. И важно, что авторы, ученые, специалисты в этой области не оставляют попыток как-то улучшить, углубить знания в этой области. Авторы исследования, которые я вам представляю, показывают основные методы и подходы к анализу изменения площади лесных насаждений, не оставляя без внимания и средства дистанционного зондирования земной поверхности. Книга эта будет полезна студентам, аспирантам, докторантам, научным сотрудникам, информационно-педагогической и лесоводческой специализации, а также всем читателям, кто интересуется вопросами применения искусственного интеллекта в задачах моделирования и изменения границ лесных насаждений. Тема острая, актуальна и необходимая. Следующее издание. Отнесла его к природообустройству, строительству природоохранных сооружений. Здесь, наверное, еще есть отсылка и к водопользованию, вот к такому направлению. Перед нами учебное пособие. В его основу легли учебно-методические разработки кафедры техносферной безопасности и природообустройства при подготовке выпускников бакалавриата по направлению природообустройства и водопользования по курсу строительства природоохранных сооружений. Издание это поможет углубить знания и представления студентов в области строительства объектов, предназначенных для охраны природных систем от неблагоприятных воздействий со стороны промышленных, сельскохозяйственных, транспортных, энергетических, горнодобывающих, перерабатывающих, миллиардативных и других предприятий. Следующее учебное пособие из области санитарно-гигиенических лабораторных исследований. Вот такое направление «Основы лабораторного дела». Это учебное пособие предназначено для оказания учебно-методической помощи студентам в изучении основных разделов дисциплины «Основы лабораторного дела». В этом пособии представлены организационные аспекты деятельности испытательных лабораторий Роспотребнадзора, теоретический и методический материал по отбору и подготовке проб объектов окружающей среды и современные методики их лабораторного исследования. Непосредственно это учебное пособие адресовано студентам медико-профилактического факультета, обучающимся по дисциплине санитарно-гигиенические лабораторные исследования. Много естественно научных направлений мы затронули. Следующее учебное пособие из области строительства. Возведение одноэтажного промышленного здания из металлических элементов. Вообще потрясающий автор. Очень много узких тем затронуто с использованием. Рассказывается об использовании самых современных методов строительства различных сооружений из различных материалов. Обратите внимание на всю линейку ее книг. Что касается этого учебного пособия, то оно содержит общие сведения по технологии возведения промышленных зданий из типовых металлических элементов и рекомендации к выполнению курсового проекта и раздела выпускной квалификационной работы. Здесь даны методики подсчета объемов работ, трудозатрат, выбора основных машин, оснастки и приспособления, а также технико-экономическое обоснование принятого варианта работ и мероприятия по вопросам охраны труда. Курсовой проект возведения одноэтажного промышленного здания из металлических элементов выполняется студентами всех форм обучения, кто изучает курс «Основы технологии возведения зданий и сооружений». Поэтому вот такое учебное пособие видится нами как одно из самых важных в этом курсе. Поэтому мы уверены в его востребованности, даже нет никаких сомнений. Следующее учебное пособие практически такое уникальное в своем роде – «Детали машин». Это учебное пособие не является дополнением или приложением к какому-либо известному учебнику по курсу «Детали машин», выпущенных как в последнее, так и в более раннее время. Это издание состоит из трех основных частей – теории вопросов, примеров и задач. Много времени мы потратили на то, чтобы достойно его подготовить. Это такая внушительная книга. Не успела она прийти к моему вебинару. Я с удовольствием бы показала вам ее воочию, продемонстрировала. Действительно, очень много трудов было вложено как и авторских, так и наших ребят с производства. Это пособие содержит обширнейший справочный материал, который позволит пользователям не терять время на поиск нужных данных. Кроме того, на примерах показано, как правильно работать с числами. Огромное количество сложнейших задач. Тут низкий поклон нашим верстальщикам, которые все скрупулезно вносили. То, что подробность такая соблюдалась, это связано с тем, что практика показала, как при вычислениях простая задача переводится студентами в разряд сложнейших. Предназначено это пособие студентам технических учебных заведений, дневной, заочной формы обучения, выполняющих домашние контрольные задания, курсовые проекты. В общем, абсолютно весь диапазон заданий. Пособие окажется полезным и для тех, чья деятельность в той или иной степени связана с деталями машин. Потому что такие издания выходят крайне редко. И иметь под рукой обновленные современные пособия, которые можно применить сейчас, это большая редкость. Поэтому мы гордимся тем, что выпустили. Обращайте на него особое внимание. Следующее учебное пособие. Руководство к выполнению магистерской диссертации. Сложно было отнести его не к педагогике, но сейчас объясню почему. Тем, кто готовится выполнить и защитить магистерскую диссертацию, безусловно, будет полезно это руководство. Так как оно поможет в методическом сопровождении при выборе темы диссертации, планировании и проведении научно-исследовательской работы, оформлении ее результатов, а также при подготовке и публичной защите выпускной квалификационной работы. Адресуется магистрантам, обучающимся по направлению подготовки, технология транспортных процессов, профиль, логистика в мультимодальных транспортных системах. Вот поэтому отнесена эта книга именно к такому направлению, к логистике. Конечно, сейчас с переходом с баллонской системы многое поменяется, поменяются адресаты практически всех изданий. Но в любом случае мы понимаем, что это будет не быстро, и то, что уже выпущено, оно найдет своего читателя и в другой образовательной системе. Поэтому те слова, которые я говорю при адресации, я надеюсь, что вы понимаете, что весь процесс займет большое время. И те, кто сейчас являются адресатами, читателями этих учебных пособий, учебников, они еще долгие годы будут ими оставаться. То, что что-то изменится в названии, особо не повлияет на содержательную часть. Но работы будет много. Переходим к педагогике. Современные технологии в инклюзивном образовательном пространстве. Учебное пособие. Содержание этого пособия направлено на формирование у студентов-бакалавров целостного представления о современных технологиях формирования речевого и фонационного дыхания. Развитие, восприятие и воспроизведение интонационных структур, коррекции речевых звуков и темпа ритмической стороны речи. В этом издании отражены ключевые вопросы, специфики современных технологий содержания методов использования в коррекционно-образовательной работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Вы заметили, да, что практически каждый наш вебинар имеет книгу, пособие, учебник, методичку, которая касается инклюзива. Этому мы уделяли и будем уделять внимание. Не только в лицензионных материалах, в книгах, но и в целых ресурсных центрах, которые посвящены инклюзивному образованию. Я думаю, этому будет посвящено отдельное выступление и то, что у нас подготовился отличный пул для инклюзива, для работы с детьми с ограниченными возможностями. Материал для преподавателей, методистов и всех, кто работает с этими детьми, даже для родителей, у нас для этого скопилось достаточно опыта. И мы чувствуем в себе силы открывать целые ресурсные центры. Наполняемость у нас сейчас отличная. Вернувшись к изданию, о котором я рассказываю, оно предназначено для обучающихся вузов по направлениям подготовки, специальное образование, дефектологическое, по таким профилям, как логопедия, психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья, педагогическое образование по профилям дошкольное образование и коррекционная педагогика. Еще одна книга, учебник, отнесла его тоже к области педагогики, «Глубокое интервью и фокус-группа». На самом деле здесь применение гораздо шире. Сейчас объясню, почему. Это издание, безусловно, будет востребовано не только у тех, кто занимается педагогикой, но и у специалистов-социологов, психологов, маркетологов и политологов, исследователей и просто незаменимейшее руководство для преподавателей и студентов. Поэтому не стала вносить сразу весь спектр направлений, выносить его на слайд. Тем не менее, область у этого учебника, область применения гораздо шире, чем я указала. Эта книга восполняет дефицит методической литературы, которая по-прежнему ощущается в отечественной индустрии качественных опросов. Основой для написания послужил значительный массив зарубежной литературы и отечественной публикации, разумеется, а также личный опыт автора. Учебник этот можно считать энциклопедическим в смысле подробности изложения материала. Издание содержит описание качественных методов социологического опроса, индивидуального глубокого интервью и фокус-групп. Также стоит отметить, что эта книга выдерживает уже третье издание. Ее востребованность просто колоссальна. И мы рады, что этот учебник представляем именно сейчас и именно в нашем издательстве. Не спешите записывать, можно будет забрать с собой всю мою презентацию. Итак, следующая монография. Копинг-стратегии. Ресурс саморазвития подростка. Обожаю книги для подростков, потому что у меня такое же растет рядом. И прям вот хочется все их применить. Вернемся к книгам. Итак, актуальная проблема создания условий для саморазвития формирования адаптивных копинг-стратегий подростков, основанных на принятии ответственности и реализации самостоятельных решений, предопределена современными нормативно-правовыми документами в нашей стране, в Российской Федерации, и целевыми ориентирами образования. Это, конечно, в идеале. Данное издание адресовано педагогическим работникам системы дополнительного образования, учителям, педагогам-психологам, социальным педагогам, организаторам работы с молодежью, а также студентам направления подготовки педагогическое образование, психолого-педагогическое образование и организации работы с молодежью. На мой взгляд, вот сколько бы книг про подростков не было, они так стремительно меняются, изменяются, что можно постоянно что-то вносить, что-то изменять, дополнять, и никогда не будет по этому направлению стандартных учебников, учебных пособий, в которые не вносились изменения. Так что эту книгу я беру себе на полку. Переходим к культурологии. Рада вам безумно представить эту книгу «Культурология. Базовый курс». Эта книга освещает основные понятия науки и мировой художественной культуры. Этот курс дает представление о месте культурологии в системе социального и гуманитарного знания, функциях, типологии и отраслях культуры, культурных универсалиях и культурном ареале, формах и видах культуры, доминирующей культуре, субкультуре, контркультуре, городской, сельской, массовой и так далее, и так далее. Автор, философ и социолог, специалист в области социологии, культуры и культурологии профессор Альберт Иванович Кравченко совершенно замечательный, совершенно подробно раскрывает ключевые элементы культурной макродинамики. В частности, культурную диффузию, трансмиссию, аккумуляцию, экспансию, реформы и революции, культурный лаг и культурное запаздывание, а также культурной микродинамики. Хронологически мировая художественная культура охватывает всю историю от античности до нового времени. Есть самостоятельная глава, посвященная отечественной культуре. Это стоит почитать, на это стоит посмотреть. Отличнейшая книга получилась. Адресована она студентам высших учебных заведений, специализирующихся в области гуманитарных наук и культурологии. Рекомендую. И совершенно у меня нет никаких вопросов относительно востребованности этой книги. Мы только-только ждем ее первый тираж. С нетерпением его ждем. Следующее издание. Монография тоже из области культурологии. Еще и захватывает литературоведение. Проблемы бактерианской культуры в литературе и искусстве. Это исследование посвящено отдельным аспектам культуры эпохи правления королевы Виктории. Сложная, неоднородная, осознаваемая самими англичанами как период перемен. Автором данной монографии охарактеризованы произведения, ставшие откликом на волновавшие викторианцев проблемы, связанные с изменившимися представлениями о мироздании под влиянием естественно-научных открытий и стремлением нации к духовному возрождению. Адресовано это издание филологам и специалистам по зарубежной, и в частности по английской литературе. Переходим к полу книг по истории. Он небольшой, но довольно интересный. «История и судьба». Очередная книга нашего замечательного автора Виктора Аксючца. Центральная тема этой книги – Россия и ее судьба в мировой истории. В издание вошли полемические заметки и публикации, анализирующие уроки прошедшего для будущего, а также размышления о грядущей государственности России. На мой взгляд, очень и очень достойное издание. Мало того, что мне нравится вообще ход мысли и объяснительная составляющая Виктора, но и те проблемы, которые поднимаются, то, на что, может быть, даже не обращал внимания, все это раскрывается, показывается с такой интересной стороны, что, мне кажется, эту книгу обязательно нужно почитать, посмотреть. И сейчас, как никогда раньше, поучиться на уроках прошлого, на уроках истории, которые нам уже были когда-то даны. Еще одна книга из области истории – «Польские ссыльные врачи в Сибири». Чуть позже еще расскажу предысторию. Эта книга рассказывает о самоотверженном вкладе польских ссыльных врачей, появившихся в Сибири после январского восстания в конце XIX века – 63-64 годов. В дело извлечения сибиряков организации высококвалифицированной врачебной и фельдшерской помощи в самых глухих уголках громадной окраины Российской империи. Книга эта содержит, но помимо занимательного рассказа о сложностях быта, сложностях существования польских врачей, она еще и содержит список имен польских ссыльных, которые были связаны с широко понимаемыми медицинскими службами. Этот, разумеется, неполный список составлен на основе исторической литературы, мемуаров и отрывочных данных, найденных в архивах Иркутской и Читы. Вот хотелось бы чуть-чуть, прям пару слов сказать о замечательном авторе Юрию Иосифовичу Перцовскому. Он с какой-то положительной маниакальностью исследует свои корни. Он поляк, но всю жизнь прожил в России, безумно любит Россию, все русское. И, тем не менее, его стремление найти какие-то корни, оно приводит к совершенно потрясающим открытиям. Вот польскими врачами он занялся не случайно. Это начало его рода, это довольно сложное существование, обрывки, записи, какие выдавались ссыльным копейки на то, чтобы они существовали, что они могли купить, как они это распределяли. С такой вот европейской осторожностью, скрупулезностью они откладывали, строили, планировали. Потрясающе интересные произведения. Вот если будет у вас время, почитайте, посмотрите, насколько сложно было жить в Сибири полякам, которые привыкли к иному климату, к иному менталитету. И в то же время, как они себя нашли. А врачи – это совершенно другая культура. Как они выполняли свой долг совершенно в другой культурной стране, совершенно в другой стране, совершенно с другими людьми. И насколько это открытые, честные люди. Они не стеснялись говорить о том, что здесь плохо, что здесь хорошо и как им тяжело. И в то же время показывали то, чего они смогли добиться. На самом деле, из польских ссыльных того времени немногие вернулись на родину. Очень многие остались здесь, завели семьи и организовали быт уже в новом для себя культурном пространстве. Очень-очень занимательно обращайте внимание. Это новинки. Еще хотелось бы обратить внимание на книги, книги, которые я уже анонсировала ранее. Это переводы. Несмотря на то, что сейчас довольно сложное время для получения прав на книги, ориентированные на переводы из Европы, тем не менее, мы пока этим занимаемся и рады представить вам книги, которые теперь уже есть в бумаге. То, о чем я говорила буквально месяц назад, вот она, эта книжечка, мы ее анонсировали уже, это идея социализма, попытка актуализации. Напомню совсем-совсем чуть-чуть, это сложный, вообще все, что мы берем к переводу, это не поверхностные, а довольно сложные глубокие исследования. Вот, поэтому особое внимание на них стоит обращать. Это непривычные для нас темы, для нашего современного читателя. И мы не делали эту работу для того, чтобы как-то там это представить, да, в попытках заработать и так далее. Мы хотим донести те актуальные книги, которыми пользуется Европа. Те книги, которые сделали просто европейский бум какое-то время назад, да, совсем недавнее. Вот, нам интересно брать такие исследования и показывать их российскому читателю. Вот, разумеется, мы совершенно другие. И для нас важно показать, но мы не совсем рассчитываем на такой же бум и в России, хотя хотелось бы. Итак, у автора этой книги, профессора Акселя Хоната, проще всего представить нашему читателю как представителя третьего поколения франкфуртской школы социальных исследований. В этой работе предпринята попытка объяснить стремительный упадок всемирно известной и авторитетной идеи социализма, утратившей на сегодняшний день свою актуальность и привлекательность. Автор размышляет о том, что можно предпринять для обновления этой идеи в соответствии с потребностями XXI века. Вот такая книга. Рекомендую, показываю и перехожу к следующему. Рада вам представить, продемонстрировать, представляла я ее чуть раньше, еще одну книгу социолога Ева Илус. Вот она. Тоже дождалась я ее из типографии. Это уже вторая книга Ева Илус в нашем издательстве. «Почему любовь уходит в социологии негативных отношений». Здесь вообще Ева Илус продолжает исследовать влияние капитализма на любовь. Эта книга посвящена романтическим отношениям в век интернета. Свобода вступать в отношения без обязательств привела к нормализации нестабильности и неопределенности. Мужчины или женщины могут активно менять партнеров и при этом испытывать чувство неудовлетворенности, одиночества. Если раньше физический контакт был стадией развития отношений, то сейчас физические отношения становятся началом и чаще всего не предполагают дальнейшего развития отношений в принципе. Так вот, Ева Илус анализирует, что означает для общества исчезновение любви. Вот такая вот сложная тема. Напомню, что в нашем издательстве выходила книга чуть раньше «Почему любовь ранит». принесла вам ее показать. Это социологическое объяснение. Оно тоже касалось любви. Эта книга получила оглушительный международный успех, потому что дает ключ к пониманию тех изменений, которые произошли в отношениях между мужчиной и женщиной в современности. Причины силы любовных травм следует искать зачастую не в глубине психологических переживаний, а в специфике социальных правил, в которые загоняется современный человек, современный индивидуум. Изменения в способах самовосприятия, построения собственной карьеры, формирования брачных рынков, женской эмансипации – все это автор тщательно анализирует, искусно обращается и к литературной классике, и к современности, к новейшим социологическим трендам. В общем, книги предназначены и для социологов, психологов, для широкого круга читателей, интересующихся психологией отношений между мужчиной и женщиной. Я раньше думала, что это такая сложная и, к сожалению, неоптимистичная книга. Пока не увидела это. Это еще менее оптимистичная книга, но она дает объяснение на все то, что происходит сейчас между нами всеми. На этом полкниг закончен майский. Хочу еще вам сказать пару слов. Я вас всех приглашаю на книжную ярмарку, которая, кстати, состоится до вот той вот конференции в Сколково, а с 3 по 6 июня на Красной площади мы привезем все наши новинки и даже больше. От нас ждут не только вот таких вот интересных исследований, но и мемуары, и какие-то книги, которые мы уже и раньше выпускали, и новые воспоминания. В общем, мы политику и историю, все-все-все постараемся вместить все это на наш стенд. Если у вас будет время, желание, обязательно приходите. Насколько я помню, вход там бесплатный. Будет интересно, обещают хорошую погоду, так что мы вас всех очень и очень ждем. А все наши новинки можно найти на наших сайтах directmedia.ru, в соцсетях. Сейчас активен контакт. Там мы размещаем книгу, как только она приходит, а я потом собираю и показываю вам все это в конце месяца. В июне нас ждет еще один вебинар по новинкам, по последним. Также расскажу про результаты работы на Красной площади. Посмотрю, повожу носом около других издательств, расскажу, какие тренды нас ожидают уже на следующий год. Дорогие мои коллеги, хорошего вам дня, хорошей недели. Рада, что ваша неделя началась с моего вебинара. До встречи в июне. Надеюсь, даже лично на Красной площади. Всем спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok